И всем привет, с вами Растин, это FatumCraft и мы начинаем! Играю я не один, а со мной ещё играют двое человек, одного сейчас нет, а второго тоже нет, к сожалению. Вот его дом, вот мой дом. И где поселиться третий, ещё неизвестно. Но, да, вот у меня есть уже сундучки, точнее мы заходили, поиграли тут чуть-чуть, совсем немножко, кстати. Моды они не знают, поэтому я их по чуть-чуть обучал модами. К примеру, мы начали изучать ботанию и, как видите, чуть-чуть чего-то добились, и я, кажется, оставил ему палочку. Мда. Также на этом, у нас сейчас присутствуют квесты, по которым мы будем идти. Открываем их и квесты. Ведение в мир Fatuma. Ведение в мир Fatuma. Офигеть, сколько тут всего. Офигеть, сколько тут прикольно. Ладно, в этой серии мы затронем мод под назовем «Докажи, что ты топ». А. Нет, я не буду это выполнять. Слишком, слишком дороговато. Я это сделаю. Для начала, начало первое дерево. Задание выполнено. Не завершено. Нужно мне 16 дуба. Хорошо. Оказывается, там можно добыть любого вида дерева. К примеру, мы добудем дуб. Какой-то он темный. Это тоже дуб, но это дуб. Может, из-за территории. Добыли мы с вами, думаю, больше, чем нужно было. Обнаружение. Вроде бы, отдал требования. И что, я получаю? Пять хлебопечей на курочке. Да. Ну, так себе. Ну, да ладно. Два чпах веса у нас идет из манка. Мир. Мир. Ад. Псидиан. И завершен. И огнево. Эм. Зам. То есть, награды никакой. Понятно. КПД. Задачи выполнены. Петчатка путешественника. Хорошо. О, луче стоит. Ладно, идем дальше. Что там надо? Угу. Пустая схема. Тоже дадут луче. Железный сундук. О, дадут улучшение до золотого. Улучшение железного золотого сундука. Железный сундук. К примеру, мы пойдем по ветке первые инструменты. Пожалуй, это будет довольно быстрее. По квестам нам нужно сделать вот эти четыре предмета. Но, к лучшему случаю, у меня уже есть некоторые предметы. Мы их забираем. И у меня закончилось место в инвентаре. Хорошо. Это мне и надо, не надо, не надо. Почему? Оно выпало. Все. Это больше меня интересует, чем что-либо другое. Мы прикладываем вот это, вот это. И все. Идем обратно. Крафчить себе самый нужный предмет. И забираем его по квесту. Вроде бы обнаружить. Ммм. Я получил, надеюсь. Да, вроде бы получил. Открываем наш первый бут-чест. И смотрим рарити. Что? Не выпала куча разных голов. Офигеть. Ну, в принципе, достойно. Достойно. Кассета выпала. Лексика ботани. Не помню, откуда у меня все это оставляем. Ладно, это заберу. Смотрим, что у нас дальше по квесту. Для задания перчатка путешественницы крафтится она довольно легко. Оказывается, у меня даже кожа для нее есть. Крафтим. И мы... Она ничего не делает. Хорошо. Обнаружение. Требования. Окей. Открываем садук. И голова и нить. Ладно, сойдет. Голову поставим где-нибудь сюда. Пусть стоит, украшает и пугает соседей. Ладно, переходим к следующему. Так, что ты делаешь? Я не понял. Может, тебя можно как-нибудь надеть? Нет. Может, тебя можно на броню надеть? Вот. Вау. В итоге... Посмотрите, я... Я боксер. Идем дальше. Здесь есть самый непростой квест. Это добить 4 цемента, слив плавильника, тролльный плавильник, обожженное стекло, линейный стол, линейный резервуар, линейный кран, обожженный кирпич и слепок слитка. Блин, это мне придется поставить, добыть вот этот слепок, разобрать. Либо я могу это сдать и потихоньку все это сдавать. Хорошо, попытаюсь. Мои печки работают и потихоньку переполагают то, что мне надо. Обожженную глину. Ну, только ждать. По моим данным, я не смогу сделать некоторые предметы. К примеру, следующее мне нужно сделать обожженное стекло и слепок слитка. Я вместо обожженного стекла сделал себе обожженный резервуар. А мне нужно стекло. Крафтится она довольно сложная. Да. Это вот 5 стекол вообще разных. Это самое легкое. Что, блин? Я не то смотрел. Ну, ладно. Разместим нашу специальную машинку прямо возле дома. Точнее, возле окна. Будет она стоять примерно вот такая маленькая, но мне пойдет. Заливаем нашу лаву и... Для начала просто мы ее зальем. Забросим туда наше золото, чтобы оно переплавилось. Золото. Да. Излючим, что мне понадобится. Это вроде бы глина. Так. А, да, все правильно. Берем один кирпичик и вставляем вот сюда. Да. Идем, когда он переплавится. И сделаем тот слиток. И, наконец-то, выполним наше задание. Глеб. Вот я не знаю, убить их или нет. Их так много. Это же железо. Хотя я и так богатый. Ладно, лучше живите. Наконец-то пришло то время. Я могу получить свой... Да. Появляйся. Появился. Забираем все наше. И смотрим, что у нас там по квестам. Нажимаем сюда. Нажимаем вот сюда. Сдать. Обнаружение отправить. И требования выполнены. У нас должен быть появился кейс. Открываем его. Смотрим. Бесполезный кейс. Ладно. Что у нас там дальше идет по квестам? Слизневые острова. Сгусток слизи, земля. Где мне найти сколько столько слизи? Я даже островов толком не вижу. Кажется, это нам придется перевести на следующую серию. Так как сгусток слизи получается только либо в ботании, либо выбивание существ, либо переконный куб. Это мод в вечере. Это я буду изучать. Думаю, во второй или в третьей серии. А пока... Надо подумать. Интересно, получится ли здесь разместить портал в следующую серию? Да. Сделаем это, конечно, заранее. Бросим сейчас алмаз. Он не заработает. Ладно. Поставим наши тогда цветочки. Цветочки, цветочки мои. У меня цветы закончились. Ладно. Скажу еще, сколько мне не хватает? Ну-ка, развернись. Раз, два, три цветочка. Хорошо. Пробуем бросить. И нифига почему-то не получилось. Хорошо. Может быть, есть что-то похожее. А то, конечно же, что-то топ. Нету. Вот, смотрите. Другая сторона создания. Сумеречный лес. Задание выдачи. Что? Вам требуется построить портал. Сумеречный лес. Прыгнуть в портал. Для его постройки понадобится построить два-два бассейна с водой, выложить его вокруг цветами и после бросить один алмаз. И вуаля, портал появится. Ну-у-у, что-то он не появляется. Ну-у, что я могу сказать. Свой последний алмаз я просрал. Просто выбросить в ВВ и получилось удаление 87 предметов. Я дурак.